Здравствуйте, дорогие друзья. Желаю доброго дня каждому, кто видит это видео. Сегодня компания SkyWorld Community и я, Артем Курбанов, представим вам фантастическую информацию, которая происходит у нас прямо сейчас в реальности. И речь пойдет о прекрасном проекте международном, планетарном, который начинается с экологического транспорта. И в данный момент данный проект уже находится на 14 из 15 этапов развития. Как много было сделано, вы сегодня увидите и поймете, почему он необходим, почему он актуален, и узнаете то, что еще осталось время поучаствовать в этом, стать частью этого великого движения технологической революции. Давайте познакомимся. Меня зовут Артем Курбанов. Я из Латвии, из города Даугавпилса и всегда старался это делать, этот мир лучше. И однажды я узнал о том, что существуют такие проекты, как краудфандинг и краудинвестинг, когда много-много сотен тысяч людей объединяются вместе для того, чтобы создать какой-то продукт или услугу. Что-то, что необходимо для мира сейчас. И делают это самостоятельно, сами люди вместе. У кого-то есть идея, у кого-то есть ресурсы, у кого-то есть время. И объединяясь, они создают действительно фантастические технологии, которые делают мир гораздо лучше, а наша жизнь приятнее и качественнее. И вот в 2016 году я узнал о многих таких проектах. Их были сотни. Я множество изучил и нашел самый лучший, самый перспективный и самый актуальный, самый важный. Узнал о нем и тут же стал поддерживать его, потому что понял, что это то преображение, которое необходимо нашей планете сейчас. Потому что действительно ее можно довести, нашу планету, до точки невозврата, когда мы не сможем спасти ту биологическую среду, ту жизнь, частью которой мы являемся на этой планете. Изучая больше, я понял, что я хочу больше времени уделять и стал партнером данного проекта. Но еще через год, узнав о, так скажем, гениальном ученом Анатоле Эдуардовичу Юницким, о его жизни и о всех его технологиях, струнный транспорт является лишь первой из них, которую мы реализуем таким способом. Я понял, что необходимо вложить все усилия, чтобы этот проект как можно скорее начал работать и запустились следующие. Поэтому стал вещать ту информацию, которую получил, самую важную для других людей. Надеюсь, вы сможете использовать ее во благо и по назначению. Если не знаете как, напишите и узнаете. В чате есть корпоративная почта, по которой мы сможем с вами общаться. И поскольку самая важная часть нашей жизни – время, ресурс, который невосполнимый – это время, хотелось бы, чтобы вы точно уделили его в правильное русло и сразу понимали, зачем вам может быть нужна информация, которую вы сегодня получите. Если хотя бы один из этих основных побуждающих факторов вас интересует и откликается вам, то вы точно получите на этом вебинаре информацию, которую сможете использовать в достижении своей этой цели. Поэтому если вас интересует дополнительный доход, финансовая независимость, либо собственный бизнес, вы можете это создать с компанией SkyWorld Community, связанно с созидательной деятельностью и с экологическими технологиями. Также если вас интересует личностный рост, помощь другим, либо новые знакомства. В данный момент в SkyWorld Community насчитывает 500 тысяч человек, так скажем, в общем, в проекте, который мы развиваем. И это действительно коммуникация со всей планетой, с каждым городом, с каждым континентом. Поэтому лучшие возможности по получению знаний, получению опыта и работы в международной арене сейчас представить трудно, потому что компания SkyWorld Community сейчас предоставляет работу абсолютно всем желающим, связанно с экологическими технологиями. Каждый может участвовать в развитии планеты и технологий, стоит только лишь поинтересоваться. И если вы желаете уйти с работы, от которой устали или не любите, либо хотите оставить наследство своим потомкам, либо думаете масштабно о всей планете, как о нашем доме, и хотите хорошего будущего для всех поколений, для всех живых существ, то вы тоже сможете найти способы, как это ускорить и продвинуть планету в эту сторону и человечеству с помощью экологических технологий Анатолия Эдуардовича Юницкого. И сегодня я расскажу, чего мы достигли за несколько лет. Ведь нас сейчас 8 миллиардов человек. Мы расселились по всей планете. И мы развивались, и наши масштабы росли от того, как технологические, какие прорывы мы делали. И есть технологические уклады. То есть, когда придумали текстиль и паровой двигатель, резко возросло, так скажем, развитие всего человечества. Металлургия, железная дорога. Опять же, электричество. У нас стало возможность делать день-ночью, работать круглыми сутками. Электричество дало огромные возможности. Но дальше пошла нефтехимия, авиация и автомобилестроение. И мы расселились по всей планете. Как много и добра, и зла принес пластик. То есть, мы шли, и наша жизнь очень сильно менялась. И пятый технологический уклад – это виртуальная реальность. Интернет и гаджеты. То есть, это тот мир, который мы знаем сейчас. И 50 лет назад большинство не представляло, что это будет. И большинство не понимало, зачем это нужно, куда это разовьется. Но кто-то понимал. Какие-то инноваторы, разбираясь и продвигая, инженеры, робототехники, компьютерщики, они понимали, что в этом будущее. И в итоге у нас у каждого теперь по плиточке, по смартфону в нашем кармане. Хотя представить было 30 лет назад трудно, что у каждого будет полный доступ к информации и фотоаппарату, и видео в одной плиточке. Но, тем не менее, наша жизнь сейчас. И сейчас мы на пороге новой революции. Потому что огромные изменения идут. И экономические изменения, политические, технологические. И сейчас, конечно же, нанотехнологии. Но они как бы в деталях, в мелочах изменяют ситуацию. Но есть глобальные изменения. Это те, кто сейчас у руля, я бы так сказал. То есть те, кто создали и развили пятый технологический уклад. Кто имеют огромный вклад в это и огромный успех. Этот слайд представлен для показания, что такое капитализация. Как какая-то компания, которая была маленькая, но знала, что делать, развивается и превращается в огромную корпорацию. И стоимость ее увеличивается в невероятные масштабы. Так же, как и дивиденды, прибыль от работы этой компании. Это основа пятого технологического уклада. Представьте, 10 долларов за 16 лет превратились в 100 тысяч долларов. Если бы мы инвестировали туда. Либо в Alibaba. За 18 лет 100 долларов. Вот у вас есть на 100 долларов кусочек компании 18 лет назад. А сейчас эти 100 долларов 1 782 000 стоят. Представьте, какая капитализация может быть, когда людям нужно то, что производят. То есть актуальная. И эти компании справились прекрасно. Но это более маленькие инфраструктуры по сравнению с транспортом. Потому что транспорт – это самая дорогостоящая инфраструктура. И сейчас мы переводим деньги за секунды, звоним в реальном времени хоть на другой континент. С космосом общаемся. То есть все делается настолько быстро, настолько передача информации и создание информации работает. Но медленно мы делаем. Передвигаем грузы и пассажиров. То есть это сейчас та часть, где нужно эволюционировать технологически. Для того, чтобы планета пошла в дальнейшее развитие. С одной стороны можно подумать, ну а как это касается лично меня? Это действительно касается каждого сейчас. Потому что от решений каждого из нас сейчас создаются целые направления. Меняется планета, меняется жизнь стран. Сейчас каждый человек важен. И с появлением интернета мы объединились. Народ стал единым организмом, можно так сказать, с волей. И люди создают действительно огромные вещи. Без банков, без корпораций крупных, без государств. Сами. Для себя и для народа. То же самое делает Анатолий Эдуардович Ницкий. Он создал этот транспорт и его Экомир. Серия экологических технологий. Они направлены для жизни народа. И как это работает? То есть люди по факту решают поддержать данную компанию, чтобы правильно было озвучено и понятно. Это инвестирование по договору конвертируемого займа. То есть мы, можно сказать, кредитуем компанию. Мы кредитуем проект, который в будущем станет компанией. Больше информации вы сможете узнать на сайте skyway.capital. Либо у тех, кто пригласил вас, откуда вы получили эту ссылку. Либо свяжитесь со мной через корпоративную почту. artyoms.kurbanovssobaka.skyway.capital И я помогу вам разобраться, как это все работает. Но, как я узнал, подобных проектов запускаются сотни, несколько сотен в год. И многие из них очень успешные. Действительно, люди создают что-то масштабное, грандиозное и очень полезное. Сегодня вы узнаете, насколько полезен и грандиозен этот проект. И точно останетесь довольны тем, что теперь знаете. Как люди меняют мир собственными руками. Обычные люди как единый организм. И что можно стать частью этого. Ведь посмотрите, чего мы достигли. Это уже работающий транспорт, который передвигается самостоятельно. Новейшие технологии с максимальными показателями. Мы можем, конечно, и другие рассматривать виды транспорта. Но, к сожалению, 21 век. У нас 8 миллиардов. Нам необходима огромная работоспособность. И тем более в эру потребления. Поэтому наш транспорт самый давний, плавательный, он, к сожалению, уже не может удовлетворить все наши потребности. Тем не менее, какая-то часть работы все равно будет делаться им. Но что мы можем изменить? Мы можем изменить порты. И у Анатолия Эдуардовича есть потрясающие технологии. Как сделать порты, чтобы не нужно было изменять ландшафт. То есть на шельфе моря не нужно будет заходить в никакой док. А транспорт водный будет подходить к порту, который находится в море или в океане. Там сразу же разгружаться на наши транспортные системы. И автоматически все грузы будут уходить в нужном им направлении. То есть модернизации будут проведены целиком. Весь транспорт будет модернизирован, так скажем. То есть пройдут изменения, точнее. Аэропорты. Конечно, сейчас огромное количество наших передвижений осуществляется с помощью самолетов. Но посмотрите, какое количество аэропортов. Умножьте на 10, на 20. Это будет количество самих самолетов. И какое-то влияние на наш воздух, на нашу планету. Экономическое, по топливу. И самое главное, время. Как много времени занимает добраться до аэропорта. Там оставить багаж. Два часа. Прийти на ворота. Потом усесться в самолет. Какое-то время еще сидим. То же самое приблизительно, когда мы прилетаем. То есть затраты времени очень серьезные. И по подсчетам, при более разумной логистике транспорта, надземного, струнного, получаться будет примерно то же самое время, только гораздо экологичнее, безопаснее. Но об этом чуть позже. Конечно же, железная дорога. Можно пользоваться и ей, как и другими видами транспорта. Но это не удовлетворит. Хотя мы видим, как она разрослась. И она действительно сделала огромное влияние. В течение 200 лет помогла нам расстелиться, развиться в разные уголки нашей планеты. Но сейчас средняя скорость с учетом разгрузки и подгрузки, например, грузового транспорта, 15 километров в час. Средняя общая скорость. То есть для человечества 21 века, к сожалению, это не подходит. Плюс как много занимает пространство на нашей поверхности планеты, на нашем доме. То есть на первом уровне, где находится флора, фауна, люди, родители и дети. Эту часть можно освободить, если ту полезную работу, которую делает железная дорога, перенести на другой вид транспорта, который освободит первый уровень. Потому что и это касается и автотранспорта. Потому что это эти сети. Посмотрите, как они выглядят. Наша планета изрезана этими дорогами. Они сейчас полезны пока еще, но и вреда они приносят в то же время очень много. Когда-то автотранспорт был эффективен, но сейчас с таким количеством людей, как, например, в Лос-Анджелесе 20 миллионов человек, 20 миллионов машин. Сначала они занимают место, пока едут, потом пока стоят многие часы. И автотранспорт первого уровня занимает как раз самое важное место в городах, в которых мы живем. И этот транспорт, эту пропускную способность с новой логистикой, ее тоже можно вынести на второй уровень. И скоро мы это уже увидим, потому что уже в этом году первые адресные проекты начинаются. Но вернемся к городам. Города – место для жизни людей в первую очередь. И только потом для производства и так далее. Поэтому подумайте, как бы вы хотели жить внутри своих городов? Каким воздухом дышать? Насколько там должно быть спокойно и безопасно для вас и ваших детей? Посмотрим на города сейчас. Не похоже на место для чего-то живого. Похоже на микросхему. Нету ни зелени, ни желтого, ни зеленого, ни голубого цвета, такого естественного. Не хватает. Города перестали делать для людей. Их начали делать для машин, для технологий, для индустрии. Это, конечно же, необходимо менять. Но как это поменять? Главная вещь, из-за чего люди съезжаются в город, это для того, чтобы быстрее добираться до разных мест. Чтобы быстрее за один час, например, успеть больше времени сделать. То есть главный пункт – это расстояние и скорость. Чтобы мы быстро могли преодолеть какое-то расстояние с быстрой скоростью. И попасть на свое дело и сделать его. И потом переместиться в другое место. То есть если мы увеличиваем скорость, если есть транспорт, который может быстрее доставлять до наших дел, то тогда нам не обязательно жить в городе. Не обязательно урбанизироваться в этом городе, поднимая цены на все, что там происходит. На жилье, на каждый квадратный метр, на услугу, на продукты, которые там продаются. Мы можем жить за городом в чистоте, со свежим воздухом и быстро добираться в соседние города, либо даже страны на междугороднем транспорте, который сейчас мы будем строить и сертифицировать. Скорость 500 км в час. Мы понимаем, что сейчас планета не справляется с тем количеством транспорта, потому что первый уровень, к сожалению, не резиновый. И здесь, вот вы видите на фотографии, 40 полос идут на сужение. Китай, либо Индонезия, Индия. Места, где не могут сделать, так скажем, нормальные или безопасные пути. Слишком много людей. И приходится в очень небезопасных условиях передвигаться, но тем не менее приходится. Ничего с этим нельзя сделать. С одной стороны, если не рассматривать инновации. Потому что изменить что-то по-старому не получится. Можно делать в два уровня, но это насколько дорого. Земляные работы насколько дорогие. Сколько материала нужно, чтобы такие махины в таком количестве передвигаться, и чтобы это служило больше года. Потому что вы знаете, как сейчас ремонтируют автодороги. Мы видим это уже в наших городах, даже не в крупных, а в 100 тысяч, 200 тысяч. Что пробки, есть час пик, есть проблемы. Мы же всем этим дышим. Это же и наше время тоже. То есть то, что приносило раньше пользу, сейчас начинает отбирать время от каждого из нас. И это теперь касается каждого. Транспортное решение, мировое, касается каждого. Как минимум потому, что каждый теперь может повлиять на это. Если раньше кто-то сделал, блин, было бы здорово вот это изменить. Но никак. А теперь для многих появилась возможность в разных сферах жизни менять через краудфандинги и краудинвестинги. Народное финансирование. С помощью данных проектов мы сможем сделать транспорт. То есть мы уже заканчиваем сертифицировать этот транспорт, мы его уже практически сделали. С помощью которого урбанизацию можно будет остановить. Мы сможем жить вдали от города и быстро добираться до города. Можем даже работать в соседнем городе или в соседней стране, потому что скорость передвижения между городами будет 500 километров в час. А внутри города 120-150 километров в час. Тем самым в городе не будет такого спроса на квадратный метр. Будет дешевле стоить и аренда, будет дешевле стоить наши товары, все услуги. Тем не менее, качество жизни будет очень высокое. Этого можем достичь, просто сделав прекрасный транспорт. И с утра будем вставать и видеть рядом с собой лук, поле, озеро, реку, природу. И дышать свежим воздухом, а не выходить с утра на подобный балкон и видеть соседа рядом с вещами постиранными. Есть такая возможность. Ведь каждый сейчас уже чувствует, что если ты пешеход и хочешь прогуляться, многие города сейчас действительно делают больше для машин. Например, так же, как Лос-Анджелес, Дубай. Там в некоторые места, если у тебя нет транспорта, ты не можешь добраться. Либо можешь добраться докуда-то, а потом просто только автострада и нету пешеходных путей. То есть вообще никак. Чисто физически. И это мы видим повсеместно. Потому что автотранспорт – важная часть. Путевые структуры всех пассажироперевозок и грузоперевозок, артерии, с помощью которых город живет. И города идут на разные ухищрения. Например, двойная дорога в два уровня. Но представьте, первых четыре этажа жители никогда больше не увидят прямого солнечного света. Это ненормально. Но городу необходимо это изменение, чтобы продолжать существовать. Чтобы город не стоял из этих машин. Очень-очень растратная такая пробочная вещь, когда два-три часа какие-то части города стоят. Представьте, как много жизни тратится из-за неэффективного транспорта, который когда-то был эффективен. Но сейчас это перестало являться таковым. Лос-Анджелес. Три-четыре часа можно потратить, добираясь от места до места. Либо проскальзывала информация, что человек в Калифорнии может до 380 часов в год отстоять в пробках. Потратить это время. Представьте, какой это ресурс. Поэтому новые технологии придут на помощь и разгрузят эту ситуацию. Чтобы не нужно было делать никаких глупостей, вынося на крыши транспорт, строя огромные виадуки тяжеленные, либо копая землю и прокладывая там дороги, тратя огромное количество ресурсов наших же народа. Ну и, конечно, будем спать спокойно и не будем делать аварийных, так скажем, непостижимых затрат на перемещение, когда можно сделать все с минимальными ресурсами и максимальными характеристиками. Ведь многие страны просто не могут себе позволить, так скажем, никакой вид транспорта. Даже дороги в некоторых местах их нету. Есть только транспорт и выбирают его так, чтобы он мог проехать везде. Даже в эти страны можно будет поставить действительно эффективный, актуальный, экологический и экономически выгодный транспорт. Даже в самый слабый регион. И людям не придется рисковать своей безопасностью для того, чтобы развиваться как часть всей планеты и улучшать всю планету, ее состояние, наше общее состояние нашего дома. Особенно автомобили. Полтора миллиона жителей в год мы теряем из-за катастрофы. И около десяти остаются инвалидами. Это больше, чем во всех других, так скажем, происшествиях, происходящих за год. Это то место, первый уровень, который полностью заполонили автомобили, хотя он должен быть как раз для человека, для флоры и фауны. И мы должны быть спокойны, находясь на этом уровне. Поэтому вынос транспорта на другой уровень очень важен. Так же, как и изменение логистики. У нас сейчас есть огромные возможности. Сканеры, мы можем делать 3D-проекты. Сейчас можно идеально построить в городе передвижение. Тем более, если использовать нашу технологию, транспорты могут идти в любых направлениях, проходя через здания и не неся на них никакой нагрузки. Проходить над домами, над реками, над озерами. Где угодно. Свобода. А город остается для нужд и для удовольствия, для прекрасной жизни человека и природы. Насчет логистики. Чтобы лучше представлялось, как это можно сделать. То есть это достаточно просто. Юницкий полностью описал, как это может быть. Стоит только немножко поизучать. Вы можете сделать это на сайте www.unitsky.com. А теперь о логистике. 200 человек в 177 машинах. Посмотрите, как много места они занимают. Около трех порталов. Если мы убираем транспорт, то с самого пространства полезная работа, которую нужно произвести, они занимают гораздо меньше места. То есть транспорт занимает сначала место, пока он передвигается. Плюс дистанция. Это огромная часть города. Тысяча машин занимает в 4 раза больше места. И тем более небезопасно. Также, когда мы оставляем наш транспорт в городе или где-то, он занимает пространство. И на этом пространстве ничего не растет. Не дается кислород, не даются никакие плоды. И на машине на этой никто не ездит. То есть транспорт настолько личный, что вот как в Лос-Анджелесе 20 миллионов человек, 20 миллионов машин, очень тяжело. Машины везде. Просто везде. Они везде, они всегда в поле зрения. И везде в каждом здании 1, 2, 3 этажа парковок. Очень затратно. Во всех сферах. Но что мы можем сделать? Например, как в Европе сейчас, становятся все более популярны электроавтобусы. Три электроавтобуса могут вместить в себя 200 человек. Они уходят на подзарядку, могут раз в сутки или чаще. Я думаю, скоро будет и больше, чем в сутки. И смотрите. Вместо трех кварталов занимает треть квартала. Огромная вся эта земля освобожденная. Там могут расти, если у нас нет вредоносного транспорта, могут быть фрукты, могут быть какие-то овощи, могут быть цветы. Это могут быть лужайки, фонтаны, какие-то полянки для отдыха, обучения. То есть огромное количество пространства живого можно создать вокруг себя. Наслаждаться этим, гармонизировать с этим и получать пользу от этого. А не чтобы все было в асфальте. Вот. Также один легкий поезд. Один легкий поезд, который может вместить 200 человек. Например, это у нас восьми составной, по 25 мест. У нас пропускная способность до 100 тысяч пассажиров в час. То есть возможности колоссальны. И посмотрите, как много места. При том, что экологический транспорт. У нас город без автотранспорта, либо с электро. Но можно, например, несколько полос убрать, оставить только две. А все остальное пространство использовать для живого. То представьте, у нас в городе чистый воздух. У нас нет постоянной пыли, так скажем, пыли, аж меток от резины. Нет выхлопов. То есть у нас в городе по факту можно выращивать любые цветы, овощи и фрукты в самом городе. И есть это без проблем, потому что в городе чистый воздух. Представьте, какие возможности открываются у нас в ближайшие 5-10 лет. Только если первую технологию транспорта ввести. То есть представьте, как это будет. По новой логистике транспорты, которые суперумные. Андроиды. Вы приходите на станцию. На телефоне набираете ту остановку, куда вам нужно. И есть еще много людей, которые каждый тоже делает подобные выборы. У кого-то совпадают эти выборы. И приходят буквально в течение минуты, а то может и быстрее, как Юнистский говорит, в течение 20 секунд. Приходит следующий транспорт, который пуст. И вы заходите туда. Все люди, которые нажали одну и ту же остановку. Следующую. И вы разгоняетесь один раз. Без промежуточных остановок едете конкретно на свою. И там выходите. Там он останавливается, там выходите. То есть вот такие вот магистрали. И каждый в свою сторону. То есть представьте, не как автобус или трамвай сейчас, электричка на каждой остановке останавливается. То есть как много нужно времени, энергии набрать, скорость затормозить, снова, снова. А тут вы один раз разогнались, вышли на магистраль, доехали куда вам нужно. На остановку вы выходите. Скорость передвижения в массе возрастет невероятным образом. Продуктивность увеличится. А как и говорит Юницкий, в городе должно быть комфортно, чтобы не больше 20 минут. Это он говорит про огромный город. Но такие возможности дает наш струнный транспорт. И это действительно будет очень интересно. Потому что время будет предоставлено нам в тот момент, когда мы передвигаемся. Потому что нам не нужно управлять этим транспортным средством. Мы все задали, и он в полной безопасности передвигается. То же и про грузоперевозки. Одна из важнейших частей сейчас в нашем мире. Потому что эра потребления. Все наши грузы, все наши товары, питание за простой, за движение его, за скорость. Мы за все, как конечный потребитель, платим. Если изменить портовую часть, если изменить перевозку грузов, общую, так скажем, логистику, которую предлагает Анатолий Эдуардович Юницкий, то мы сможем платить меньше за свои товары, доставлять их гораздо быстрее. Не хранить их в таком количестве, а чтобы они из порта по технологиям, по экологическим технологиям сразу уходил в нужную ему страну или даже город. Сейчас, потому что портовые перевозки, это самая низкая скорость. Да, большой объем, но какие проблемы существуют? Миллиарды долларов за день простоя в Суэцком канале. Или миллионы долларов за день простоя в порту для больших танкеров. То есть это огромные проблемы, за которые платят все, каждый из нас. Поэтому эти проблемы касаются каждого. Я надеюсь, у меня получается донести до вас, что это действительно касается теперь каждого. И каждый участен в этом, и каждый может это изменить. Прелести 21 века. Поэтому первых две проблемы, это перегрузка транспортных путей и отсутствие безопасности, это две проблемы, которые необходимо решать срочно. Потому что они очень сильно усугубляют нам жизнь, портят, делают ее хуже. Человек строит дороги во все стороны, во всех климатах. Но планета живая, и она имеет свое движение. Заносят нас бархамами, где-то обледеневают, где-то идут движения грунтовых вод, где-то движения земли, где-то много снега. И наши пути уходят, ломаются, долго прослужить не могут. Те существующие, которые традиционно сейчас используются. С учетом новых технологий, есть разработки, каким способом можно уйти от этого вредоносного влияния. Потому что строить и делать не в разрез нашей природе, а учитывая все ее особенности, ее поведение, так скажем, ее характер и настроение. Человек не замечает, какое вредоносное влияние он несет. Точнее, замечает, но есть те, кто у руля больших компаний, которые ради прибыли закрывают на это глаза. Хотя, как вы видите на первой фотографии, мы все на этой планете, мы все здесь. Поэтому это касается и их тоже. Жаль, что деньги гораздо важнее, чем здоровье всего живого. Ведь человек – это всего один из 12 миллионов видов на планете. Один вид из 12 миллионов. Просто самый влиятельный. И, возможно, не самый разумный. Ведь какую уловку придумали? Большинство организаций по спасению экологии созданы теми компаниями, которые больше всего загрязняют. Об этом стоит изучить немножко в интернете. Очень полезная информация, чтобы понимать, как это работает. И многие думают, вот, перейдем на электродвигатели, и все станет хорошо. А вопрос, который убирается из-за кадра – откуда получать энергию для этих электромашин? Если он с помощью возобновляемых видах энергии – хорошо. Но, посмотрите, это всего 9%. А 91% – это все равно сжигание, сжигание материала. То есть мы тратим какие-то ресурсы нашей планеты, которые закончатся и которые несут огромный вред при их использовании. И как бы делаем электромашины чистые. Поэтому необходимо зрить в корень. И есть технологии, которые предлагают комплексные решения. Да, это возможно не просто вместить и нельзя изучить за 5 минут, а придется потратить час, либо день, либо как я. Уже четвертый год я изучаю то, что делает Юницкий. И все дальше поражаюсь, понимая, что даже половины не знаю того, что этот человек сделал за всю свою жизнь. Ради всей планеты, ради всех живых видов, а ради своей семьи. Очень рекомендую почитать какие-то из книг Анатолия Эдуардовича Юницкого, либо зайти на его сайт, юницкий.ком. У нас есть выбор, какой воздух будет, каким воздухом мы будем дышать и каким воздухом будут дышать наши дети. Потому что сейчас, по факту, мы движемся к этому. Хоть мы уже не ездим на паровозах, но индустриальные костры и котлы горят по всей планете с огромной мощностью. Мы в запертой комнате. Наша планета действительно как комната. И у нее есть верхний слой, который защищает от авиации и, так скажем, купол. Мы внутри, мы биосфера. И мы развиваем свое детище, техносферу. И, к сожалению, это сейчас транспорт первого уровня, самый опасный автотранспорт. Энергетика и производство неэкологичное, которое нас загрязняет. А мы находимся по центру этой закрытой комнаты. И должны принять решение. Это необходимо менять. И слава богу, что решение есть. Необходимо только изучать и вложить свое время и внимание. Поэтому третья проблема загрязнения окружающей среды, как и первых две, дамы и господа, касается каждого человека на планете. Это самое важное. Понять, что вся планета – мой дом, твой дом, наш дом. И сейчас мы все за него ответственны. И транспорт. Вот дороги две, 150 лет между их строительством. Так же много ресурсов. Такие же тяжелые составы. Та же логистика в общем целом. То есть особые изменения не произошли действительно на порядок, качественные изменения. Есть, конечно, варианты. Но они не прижились, они не были, так скажем, рентабельны, полезны. Потому что пропускная способность небольшая, а стоимость достаточно дорогая. Как и здесь. Плюс очень тяжело и опасно. Потому что по факту это трамвай. Такой же тяжелющий трамвай, только с колесами наверху. И землеотвод все равно, к сожалению, использовать нельзя будет под ним. Потому что это опасно. В нашем же случае десятикратный запас прочности для передвижения струнного транспорта. И все это будет работать на чистой энергии. Ветрогенерация, геотермальная энергия, солнечная энергия. Ну и есть у Юницкого разработка, как с помощью сланцев природных и угля, естественно, не сгоревшего еще, делать электричество и получать при этом гумус с помощью сообщества живых микроорганизмов. Триллионов микроорганизмов. То есть сланцевые электростанции, которых хватит минимум на 10 тысяч лет. Эти все технологии, они уже представлены. Если вы о них не слышали, представьте, какой информационный вакуум, о чем мы слышим со стороны, а что реально может быть важно для планеты. И просто поменять. Все цены на электричество во всем мире. Но почему-то это не пропускают. Почему-то об этом не говорят по разным каналам сразу. К сожалению, сейчас у каждого есть возможность сделать так, чтобы это продвигалось. Просто от того, что каждый человек сам решает. О, я хочу это в своей жизни, в своем мире, на этой планете. Поэтому я буду узнавать больше об этом. Я смогу другим больше об этом рассказать. Я могу это поддержать. Я могу стать частью этого. Могу стать совладельцем этого. Могу помогать, продвигать и развивать это. Все возможности сейчас даны каждому человеку на планете. С помощью интернета. Спасибо ему большое. Если у вас есть какие-то желания, позывы, что вы хотели бы делать созидательную деятельность, чтобы что-то создавалось в этом мире, пожалуйста, обращайтесь. Еще одна вещь. Транспорты тяжеленные, и у них есть аэродинамика. То есть по факту мы передвигаемся с точки А в точку Б. Главное, где мы тратим энергию, это на сопротивление и разрушение окружающей среды. То есть, как вы видите, снизу автотранспорт, он передвигается, скажем, со скоростью 60 км в час. 30% энергии он будет тратить на аэродинамику потери. А при скорости 300 км в час он будет тратить 90% всей энергии, которую производит двигатель внутреннего сгорания, на сопротивление и разрушение окружающей среды. То есть он сталкивается с воздухом, это его тормозит. Из сплошного полотна внизу случается завихрение, и там происходит экранный эффект. И сзади турбулентность. То есть как воздушная яма. Там, где мы были, там еще воздух до конца. То есть воздух туда засасывается, и получается он сходится с разных сторон. То есть нашу машину слегка при движении вперед, слегка еще подтягивает назад. Это все можно довести до потрясающих результатов. Анатолий Эдуардович поднял транспорт на второй уровень. Ну, это как минимум как факт, потому что флора и фауна, человек, мы должны быть на первом уровне. Это как раз наша среда обитания. И это прекрасно, что живые люди, флора, фауна находятся на живой нашей планете. Так и должно быть. То есть транспорт, вынесенный на второй уровень, уже лучше проходит воздух со всех сторон. При том, что нету сплошного полотна, а есть две рельсы. То есть под низом, под транспортом не создается экранный эффект. И воздух, как минимум, проходит гораздо легче. Из-за сделанного носа передней части транспорта, как горячий нож, масло разрезает воздух наше транспортное средство и проходит вперед, так скажем, не получая большого сопротивления. А сзади такой же хвост не дает создаться воздушной яме, турбулентности. И воздух более плавно уходит после транспортного средства. Тем самым Юницкий смог достичь фантастической аэродинамики в 16 раз лучше, чем у Bugatti Veyron. Очень-очень быстрый и дорогой спорткар. То есть с помощью разумной формы получается увеличить экономию, сохранить ресурсы, получить больше продуктивности. А при том, что это транспортное средство очень легкое, то нужно совсем мало энергии, чтобы его разгонять и чтобы поддерживать эту большую скорость. Так же, как и тормозить. То есть представьте, как много доработок сделал Анатолий Эдуардович за несколько десятилетий. И сейчас мы успеваем, то, что делалось бы 20-30 лет, вот если дали кому-то подобные технологии, и то, как уже у Юницкого все готово, мы за 6 лет практически весь проект сделали. За 6 лет иногда одно транспортное средство делают. Мы уже 16 сделали, и это далеко не все. Я еще расскажу вам дальше, как много получилось сделать. Но последнее закрепление насчет экономии, чтобы каждому человеку, все же, большинство водителей, кто-то с кем-то едет, кто-то сам едет. Автобус, 14 мест, 100 километров, преодолевает со скоростью 100 километров в час. Полтора литра топлива всего. То есть очень экономично, вы понимаете, на пассажира полтора литра топлива. Точнее всего полтора литра топлива. На всех 14 пассажиров. А теперь еще пример лучше. Представьте, ваш автомобиль, только не 6 человек, а 5. Точнее, не 5 человек, а 6. Расстояние 100 километров в час. И скорость 500 километров. Вы, получается, за 5,5 литров топлива преодолеваете такое расстояние, тратя минимум времени. И получается, что с подобным транспортом мы действительно можем жить, работать в другой стране, жить в Латвии, работать в России, либо даже через страну. Потому что 500 километров за час. До сих пор сейчас люди более часа добираются на работу. Это как бы по миру достаточно большая практика. Представьте, какие возможности для каждого человека начнутся, когда он сможет так быстро передвигаться. Опять же, какие возможности для торговли откроются с такими скоростями. То есть экономия выросла с помощью подобных технологий до высот. И большой расход энергии как проблема, ее тоже можно решить, просто разумно используя наши транспортные средства, ресурсы и технологии. Давайте увидим, что есть вообще дорога. То есть точка А, точка Б. Нам нужно перемещаться и нужно сделать так, чтобы много транспорта могло двигаться в одну и в другую сторону. Для этого нам необходимо всю флору и фауну выровнять в один уровень. Для того, чтобы дорога при большой скорости, так скажем, была эффективна. Потому что если у нас извилистая дорога либо по горизонтали, либо по вертикали, по высоте, то большие скорости гораздо тяжелее достигать и больше затрат ресурсов и на строительство, и на эксплуатацию, на сами транспортные средства и топливо, которое используется. То есть нам необходимо жизнь приостановить на этом участке. И этой дорогой мы что-то разделяем. Грунтовые воды, где-то потом заболоченная местность, где-то засушливая местность, миграция животных. То есть, строя на первом уровне, а вы помните, из первых слайдов вся планета перерезана железнодорожными и автодорожными путями. Везде делался этот процесс. Потом в 10 слоев огромные по стоимости и ресурсам земляные работы. Это все необходимо изменить, выложить, выровнять, в 10 слоев приутрамбовать, чтобы эта дорога служила долго. И это очень дорого. 20, 30, 40, 50, 60 миллионов за километр. В зависимости от страны и от технологий. И только после всех этих действий у нас есть дорога. Плюс ее то, что настроено сообщение между точкой А, Б, и можно перевозить грузы и пассажиры. Но как много негатива доставлено в процессе строения и дальше при существовании этой дороги, сколько ни этого негатива будет продолжаться на живую окружающую среду. То есть транспорт первого уровня – это больше не вариант с учетом 8 миллиардов человек на планете. Ведь посмотрите, как много ресурсов, как много топлива и времени нужно человеку и этим транспортным средствам, чтобы накопать такие траншеи, чтобы сделать километр хотя бы такой дороги. Либо как много энергии и ресурсов необходимо, чтобы в скальной породе взорвать и проложить железнодорожный путь. Колоссальная энергия. Что же предлагаем мы? Анкерные опоры. Между ними специальные струны, которые делают при натяжении и переводе натяжения на земную кору, создают ровный крепкий путь с фантастическими характеристиками по всем направлениям. И вся наша природа, вся флора и фауна, так же, как и безопасность, остаются в расцветающем, наивысшем уровне. Нам ничего не нужно менять. Для строительства такой дороги нужно 100 квадратных метров, если не ошибаюсь. Это площадь тропинки для того, чтобы был хороший поток грузов-перевозов и пассажироперевозов. Площадь тропинки. Вот, на километр. И вот так это выглядит. То есть я говорю не о каких-то разработках, которые когда-то, может быть, внедрят. Нет. Транспорт перед вами готов. Я лично сам на нем катался. Каждую из этих трасс и транспортов щупал, трогал собственными руками, радовался, что я часть этого. И за мою энергию, за мои ресурсы тоже, как и много сотен тысяч человек со всей планеты, сделана эта прекрасная технология. Реализуется эта прекрасная технология. Сейчас происходят огромные изменения. Стоит только присмотреться. Информации слишком много в мире, поэтому много чего упускается, не считая важным. Но я надеюсь, что у меня получается донести, насколько это важно, насколько это каждому причастно. И как много вы можете сделать, внести пользу, получить пользу, изменить что-то. Каждый человек. Прекрасные возможности 21 века. Так же, как и показатели нашего транспорта. Дешевле всего стоит минимальное количество ресурсов, минимальное на эксплуатацию, лучшая безопасность, минимальное влияние человека, человеческий фактор. Энергии расход просто гиперминимальный и только от возобновляемых видов энергии. Хотя, если необходимо будет, можно перестраивать по-разному. Пропускная способность наивысшая и плюс новая логистика, новые скорости. Это сейчас город 150, междугородний 500. Следующая разработка, которую арабские эмираты уже хотят. Разработка Анатолия Эдуардовича. Это передвижение в фарвакууме. Он об этом говорил еще 20 лет назад. Передвижение в разряженной среде. До 1250 километров в час, дамы и господа. И об этом уже есть, так скажем, разговоры, планы в Объединенных Арабских Эмиратах. Как бы под это уже землю даже выделили. Это Sky World Center. Он назывался, но еще, так скажем, об этом информация пока умалчивается, потому что это прорывные технологии. И я уверен, что там будет информационный вакуум, чтобы никто ничего не смог испортить. Потому что это прорыв на все времена. Новый гиперскоростной транспорт, гиперю. А пока мы запустим наш городской и междугородний транспорт, который изменит облик наших городов и нашу жизнь. Но сделать это придется нами, людьми, народам. Потому что чей-то бизнес сейчас, самый крупный бизнес, это транспортный бизнес, транспортные отрасли. И кто-то очень не хочет отдавать свой работающий бизнес. Потому что придя на помощь и разгрузив, так скажем, улучшив планету, кто-то потеряет свой бизнес. Кому-то придется нести какие-то потери. Переходя на электротранспорт, заканчивая с топливом привычным и с нефтью. Но это не значит, что надо останавливаться. Потому что народ делает то, что хорошо для народа. Люди делают то, что хорошо для жизни. Потому что они этой жизнью живут. И у каждого сейчас с компанией SkyWorld Community есть возможность данную технологию реализовать быстро и прекрасно. Потому что мы уже на 14 этапе. Осталось немного. Но каждый интересующийся, каждый подключившийся, каждый, так скажем, кто помог хоть как-то, ускоряет, может быть, на час, на день или на месяц, ускоряет эту революцию в мире. Эту технологическую, экологическую, так скажем, улучшение. Поэтому мы создаем транспортно-инфраструктурную отрасль по потенциалу, не уступающую таким отраслям, как авиационная, железнодорожная и автодорожная. Слова генерального конструктора SkyWay Анатолия Эдуардовича Юницкого. Гениального ученого, который уже создал то, о чем даже нельзя было мечтать и многие не могли представить. Представьте, несколько десятилетий, а в общем целом весь эко-мир, 40 лет. Человек-ученый уделил свою жизнь ради блага для всего живого на планете. И вот первые успехи, которые сделаны с помощью народа. На нем уже прокатилось более 7 тысяч человек. И здесь, в Белоруссии, совсем у нас под боком, и в Объединенных Арабских Эмиратах уже наша трасса катает людей. То есть в разных климатических условиях. Мы с помощью данного транспорта на втором уровне убережем мир, весь живой мир, флору и фауну, и себя тоже. Потому что можно строить на любых высотах. До 150 метров могут быть огромные Т-образные такие, как вешалочки, и много путей в разные стороны. То есть это подходит действительно для любой части планеты. И есть даже разработки там, где очень большой угол передвижения, то есть, например, для горных местностей, как один из адресных проектов, который у нас сотрудничество с горными, альпийскими, так скажем, местностями. С Италией и соседними странами. Конечно же, этот транспорт супербезопасный, потому что все предусмотрено, и есть противосходная система. На какой бы высоте мы ни были, мы ниоткуда не упадем, так что вы можете не волноваться. Как говорит Анатолий Эдуардович, данный транспорт в 2000 раз безопаснее, чем автотранспорт. Поэтому стоит только узнать чуть побольше о нем, и вы поймете, почему 500 тысяч человек, из которых кто-то инженер, кто-то юрист, кто-то робототехник, каждый в своем разбирается, все сами проверяли, то, что могут, то, что им интересно, то, что в их компетенции, и продолжают поддерживать данный проект. То есть так много людей, и все, каждый в своем месте, убедились, насколько это глобально, правильно, реально, и насколько это стоит как можно быстрее запустить. Ведь с помощью данной технологии мы сможем строиться где угодно. Ведь это пучки струн, то есть струны предварительно натянутые, которые превращаются в ровную поверхность. То есть у струн, у, так скажем, металлов, мы берем струну или кусочек металла, какие у нас свойства есть? У нас есть, мы можем его сдавить, мы можем его согнуть, мы можем его скрутить и мы можем его растянуть. То есть четыре таких действия. И самые полезные из него можно сейчас для транспорта вывести – это растяжение. То есть эти пучки струн в растяжении превращаются в ровный путь, который достаточно ровный, чтобы передвигаться транспорту на любых скоростях. И достаточно гибкий, чтобы при движении, например, обледенения не было. Транспорт начинает ехать, и лед сам сваливается с нашей путевой структуры. Снег сам сваливается с нашей путевой структуры. То есть ее не надо даже чистить, нашу путевую структуру. Вот. Поэтому, скажем, в разных исполнениях, конечно, по-разному. Здесь полужесткий рельс. Пучки струн, они в специальном наполнителе в корпусе рельса. Это наполнитель внутри делает так, что убирает шум, то есть звукоинзоляция, консервация, упрочняет стенки и в определенном, так скажем, положении фиксирует эти струны. И сверху на корпус головка рельса. То есть и стальное колесо по стальному рельсу с максимальным коэффициентом полезного действия передвигается. Вот. То есть без капитального ремонта до 100 лет данные технологии. Это, знаете, как раньше всегда мне представлялись русские технологии, как топор или лопата или там лом. То есть то, что мало деталей, мощнейшая эффективность и нельзя сломать. Просто вечные вещи. Здесь я почему-то тоже прослеживаю, потому что представляю, как вот из американских фильмов технологий, много всяких разных деталюшечек, приборчиков. А здесь все такое литое, монолитное, крепкое, чувствуется надежность, ничего лишнего. И для каждой задачи есть свой тип трассы, есть свой тип транспорта, которые, конечно, могут и смешиваться, получаться гибрины. То есть под грузовой, например, вы видите посередине трассу, берельсовая, двойная. И есть подвесной транспорт и навесной транспорт. Лимонийская, самая нижняя, легкая, провисающая. Самая радующая меня, потому что 400 метров уже сейчас, при том, что мы даже еще проект не закончили, будет до километра. Представьте, одна опора и другая опора, между ними расстояние километра. Это промежуточная опора. Километр над городом можно проезжать, над какими-то парками. Это может быть река, озеро, овраги, то есть заливы какие-то, целый километр. То есть вся эта площадь, она в безопасности, а мы как будто по небу передвигаемся, только не летим, а тоже в полной безопасности. Экологически чисто и экономически выгодно. Такой транспорт действительно нужен в любой точке планеты. Как сказал Анатолий Эдуардович, можно глобус крутануть, закрыть глаза, и в любое место, куда вы попадете, там нужна будет наша струнная технология. Если вы сейчас посмотрите видео, либо придете на хотя бы один из вебинаров наших членов правления Алексея Суходоева, либо Владимира Маслова, вы поймете, на какой серьезной стадии в 14 этапе мы уже находимся. То есть остался последний этап для того, чтобы эта компания, этот проект перешел в род целиком компании, проект закончился, и она выходит на самофинансирование. Она дальше уже строит, сколько и позволяет мощности, они у нас есть и очень хорошие, строить по всей планете адресные проекты. То есть мы начинаем строительство, и компания уже конкретно зарабатывает прибыль, увеличивается в стоимости, увеличивает свою капитализацию, увеличивает дивиденды, которые выплачивает всем своим совладельцам, которых уже полмиллиона единомышленников по экологическим технологиям для всей планеты. И всех этих людей собрал Анатолий Эдуардович Юницкий в своей технологии, тем, что он собирается сделать, потому что струнный транспорт – это лишь маленькое начало. Гениальный ученый попал в энциклопедию «Люди нашего тысячелетия», как сто выдающихся лидеров России. Очень 200 изобретений, множество монографий, несколько грантов в ООН. Человек и ученый с большой буквы, который понимал еще 40 лет назад проблемы, с которыми сталкивается и столкнется в будущем все человечество, как вид и энергетический, и транспортный, и он начал разрабатывать решения, как это изменить. Обошел полмира, можно сказать, если не весь мир, в поисках единомышленников. И хоть и во многом, поскольку это самое дорогостоящее, технологии другие, дать дешевое электричество людям, переставить транспорт на экологический вид топлива и перестать быть зависимым от нефти. Вы понимаете, что человек делал для всей планеты для блага, но это идет в разрез чьему-то бизнесу. Поэтому не так много людей, даже понимая, что он делает, поддержали его. И только сейчас, спустя 40 лет, такое мощное движение идет по всем направлениям. Не только этот проект уже начинает двигаться. Астроинженерные технологии и будущее нашего выноса вредоносных технологий в ближний космос и оставление на планете только экологические технологии. Это уже развивается и начинается. Просто поинтересуйтесь. Новый канал астроинженерной технологии у Анатолия Эдуардовича Юницкого. Вместе мы сможем построить и этот транспорт, и будущие технологии, и линейные города, экопоселения, чистую энергетику, изобилие на нашей планете. А пока на данный момент мы уже построили огромное количество транспорта. 12 моделей. Кто-то за это время, за 6 лет делает одну модель и выводит ее на рынок. Мы сделали 12 в железе, всего 16. Станции, стрелочные переводы. В общем, целом уже девятая трасса, наверное, строится. Часть из них сертифицирована, часть двигается, часть в Арабских Эмиратах, часть в Белоруссии. Транспорт, полуандроид с искусственным интеллектом, который сам передвигается. Знает, что делает, в каких ситуациях, по алгоритмам. Имеет более 250 датчиков для полного комфорта и безопасности человека. Машинное зрение с окружающей средой. То есть это целый рой, который работает самостоятельно. Закрывающая технология, которая дает максимум блага для человека и освобождает его. Освобождает его от транспорта, от ошибок. Освобождает его время и энергию на то, чтобы он занимался другой созидательной деятельностью. Мы уже, можно сказать, сделали это. Потому что первые проекты уже пошли по тем сертификациям, которые мы уже сделали. Но еще остался 15 этап. Закончить 14 и 15. Потому что на 15 этапе мы построим трассу и просертифицируем. Тот транспорт, который уже существует и уже катается, уже сертифицируется. И эту трассу для скорости 500 км в час. Действительно качественное изменение нашего транспортного облика и облика наших городов. Это будет невероятно. Сейчас же все, что мы видели 5 лет назад на картинках, даже часть этого не было. Сейчас же мы все это видим уже в железе. Все из этого уже ездит. Большая часть сертифицирована. И большая часть катала людей. То есть все работает. Но, дамы и господа, каждый человек важен сейчас так же, как и в другие этапы. Был первый, второй, сейчас 14. Каждый этап важен. На первых было меньше действий, меньше стоимости, меньше партнеров было у данного проекта, меньше сделано. Сейчас много сделано. И еще больше важные, по важности необходимо сделать дела с высокоскоростным транспортом. То есть нужно, у нас много людей, но нужно еще больше. И самый дорогостоящий этап, 15. Но мы уже так близко. Поэтому сертификаты, можно сказать, льются рекой. Их уже более 80 в разных странах. Больше вы сможете узнать на unisky.engineer. Вот. И, конечно же, одна из последних новостей – это сертификаты в Объединенных Арабских Эмиратах. Победа на том рынке. Тем более мы там представляем и грузовые перевозки. С самой невероятной стоимостью за перевозки – 1 доллар за 100 километров на тонну. Это феноменально для грузоперевозок. Этим мы перевернем действительно эту индустрию. И сможем помочь, но как бы получится и захватить все грузоперевозки, потому что это будет разумнее, безопаснее и дешевле, выгоднее делать с помощью нас. И для этого уже работает одно огромное количество людей и мощностей. Ведь мы имеем около тысячи сотрудников в разных странах и городах мира, в разных офисах. Высококлассные специалисты, постоянные, повышающие свою квалификацию, работающие на современных компьютерах с высокими мощностями, на передовом программном обеспечении, например, такие как 3D Experience от The South Alto. Или, точнее, это разработка и проектирование от начала до конца и, так скажем, мониторинг каждого продукта, каждой детали, его судьбы для улучшения и работы всей системы. То есть на наивысшем уровне сейчас в мире работает данная организация. Один из крупнейших налогоплательщиков в Белоруссии, по-моему, самый даже большой. Как раз недавно был представлен аудит за 2020 год. То есть компания технологическая, которая Unisky Sync Technology, которая делает, осуществляет то, что запланировал Unisky. Мы, компания Sky World Community, фонд, объединение единомышленников, создаем, так скажем, помогаем собрать ресурсы для того, чтобы это осуществлять. И также много мощностей. Целых три завода, которые постоянно модернизируются и переоборудовываются. Некоторые станки по полмиллиона долларов, 500 тысяч долларов. И таких у нас не один. Есть лазерные резки, 3D принтеры. То есть мы создаем наивысочайшего уровня продукцию. Можно космическую продукцию как будто делать, но мы создаем наземный транспорт. Просто это ноу-хау, это передовое, самое наилучшее, что может создать сейчас для передвижения человек, для передвижения груза и пассажира. Ну и для того, чтобы все то, что мы создаем, просертифицировать, конечно же, нам нужен был полигон, чтобы построить и посмотреть, как эти трассы работают. Все зафиксировать, прокатать. И в 2019 году там уже все трассы, все пять трасс ездили, функционировали и катали людей. А в 2021 году там настолько большой масштаб развития. Есть и исследовательские испытательные центры, в которых прокатываются, например, мотор-колесо на миллионы километров, понимая, где пределы и так далее. То есть вся технология отрабатывается. Для этого и нужен был проект, чтобы все пропробовать и просертифицировать, заверить у международных компаний, которые есть на нашей планете. То есть зафиксировать на бумаге, на бюрократии, что это действительно настолько безопасно, действительно настолько эффективно. И тогда это официально можно будет строить по всему миру. С учетом этих характеристик будет весь мир желать построить данную технологию. Подумайте, хотели бы вы быть совладельцем такой перспективной компании, если даже только так задумываться, но если подумать обо всем мире, хотели бы вы улучшить и ускорить этот процесс, чтобы мир начал уходить от точки невозврата раньше, начал жить приятнее и лучше раньше. Если вас интересует чуть больше информации, что проходило на прошлом Экофесте, это мероприятие, на котором компания делает полный отчет для единомышленников, совладельцев компаний, чего достигнуто за год, какие были ошибки, какие были проблемы, как мы их преодолели и какие планы на будущий год. Скоро Экофест 2021 в октябре в Дубае в Шарже. Конечно же, можно будет подключиться онлайн и посмотреть, как это будет происходить и что же сделано. Тем более, это совместимо с Экспо 2020, которое будет проходить в Дубае. И здесь Экофест 2020 проходил онлайн из нескольких точек, и на Ютубе вы можете его посмотреть, чтобы увидеть, какие на 2020 год были сделаны успехи и что мы покажем сейчас. Это, конечно, будет вышка. Также все наши успехи мы стараемся демонстрировать в течение этих шести лет на международных выставках, которых было уже целых 18 штук. И одна из них самая большая – Берлина на Транс. 160 тысяч человек на территории 183 тысячи квадратных метров. Четыре дня. Внутри аж автобусы ходят. Насколько это огромное мероприятие. И все связано именно с транспортом. С различными транспортами, инновациями, улучшениями, ноу-хау и так далее. Мы были одни из самых посещаемых стендов. И у нас из 25 делегаций из 18 стран были все. Постоянно был оврал. Не протолкнуться, потому что всем было интересно, что же это такое и как это работает. Все остались в восторге. И здесь, и на разных выступлениях Германия, Россия, Белоруссия, Индонезия, Австралия, Индия, Объединенные Арабские Эмираты. Огромное количество выставок были, так скажем, мы произвели прекрасное впечатление. И, конечно, этот транспорт шестиместный, люксовый, который по факту будет стоить как джип, но мы будем передвигаться 500 километров в час и абсолютно экологично, безопасно и с максимальным комфортом. Потому что там внутри прямо аж расплываешься. Действительно, наилучшие изобретения. То же самое мы видим сейчас и в Арабских Эмиратах. В ВИП-исполнении тропический наш транспорт. Потому что в Арабских Эмиратах тоже идет огромное развитие. В SRTI парк. В парке развития технологий и исследований. Как в Америке Силиконовая долина, в Калифорнии, как в России Сколково, так же и в Шарджи, которая является в ЮНЕСКО штатом искусства у арабского мира и технологий. Здесь есть подобная же часть. И мы являемся частью этого парка. Наш Research and Development Center, UST, Unisky Stream Technology. Наши струнные технологии получили там землю за свою уникальность. При том, что там должны были быть другие проекты. Но нам дали фасад этого комплекса SRTI парк. Прямо напротив Американского университета Шарджи. 50 тысяч студентов. Где у нас будет своя собственная кафедра. Skyway. И можно будет сразу из университета переходить на рабочее место. Здесь выделили огромную землю, где уже строятся 4 трассы. Одна из них построена и принимает пассажиров. Сейчас вот происходят работы в 2-й, 3-й и 4-й трассе, которая с пролетами по 288 метров. Так скажем, тяжелая трасса. Когда я увидел то, что они собираются сделать, подумал, о, это надолго. А оказалось, что так быстро люди работают. Мы приехали туда в 2019 году и были ошеломлены. Ваш покорный слуга участвовал и был ответственен за дыхательные практики, йогу, разминку с моими коллегами. Для того, чтобы все люди были собраны. Потому что туда приехало 98 человек из 18 стран, с разных континентов. Самые активные люди, которые увидели в Юницком и в этом проекте самое актуальное взаимодействие сейчас с миром. И решили научиться преодолевать любые преграды менталитета, языка, пониманий ради того, чтобы сообща делать общее важное дело вместе для всей планеты. Как для одной семьи, как для одного дома. И там, конечно же, мы были в Шарже и видели уже на тот момент, как быстро все строилось, как быстро развивалось. Мы встретились с Анатолием Эдуардовичем, который рассказал, как ведутся дела с Объединенными Арабскими Эмиратами, потому что это абсолютно новое сотрудничество. И работая там, мы, глядя на Дубай-Марину, вот на этих вот шезлонгах с коллегами, с организаторами мероприятий, мы понимали, что это именно та страна, тот город, в котором будет, скорее всего, первый проект. Потому что он готов к этому. А после этого, когда люди поймут, что минимальные ресурсы, другие виды транспорта строить гораздо дороже, эффективность у нас гораздо выше, мобильность куда угодно можно поставить. То есть люди поймут, что это наилучший вариант. А дальше, как с дисковыми телефонами. Ни у кого же, когда появился смартфон, умный телефон, маленькая плиточка, на котором есть все, не хочется перейти снова на привязанный к коридору с проводом дисковый телефон и набирать долго номер. Поэтому все страны будут в очередь выстраиваться для того, чтобы как можно скорее для своей страны, для своих городов, для своих граждан сделать заказ на подобную инфраструктуру транспортную. И мы видим, как это действительно произошло. Представили на Всемирном правительственном саммите в феврале 2019 года нашу технологию. Причем очень серьезные чины представили этот транспорт. А собрались на правительственном саммите 140 представителей разных стран, континентов, регионов. И решали они не локальные вопросы, а глобальные, будущее всей планеты. И там мы очень оказались кстати. Поэтому, скорее всего, сейчас у нас уже есть адресный проект, который можно будет выполнять в Дубай-Марина, в бизнес-центре Дубая, в бизнес-центре Объединенных Арабских Эмиратов. 15 километров 21 станция, которая будет проходить сквозь эти высотки, полностью вписываясь в эту красоту. Вот так это приблизительно будет выглядеть. То есть 14 этап, а продвижение сделано за эти годы фантастически большое. Потому что уже даже транспорт в тропичном исполнении сертифицирован и катает людей. То есть за несколько лет скорость строительства, все четыре трассы начали развиваться. И мы видим, куда идут энергии, куда идут средства. И видим, насколько близки мы к освобождению мира от транспортных проблем и созданию благополучной среды для всего живого. А все, кто поддержали и являются совладельцами, получат огромную прибыль, огромную капитализацию и огромные дивиденды впоследствии. Кстати, которые уже скоро начнутся, потому что первоадресные проекты, они идут. Все до конца этого года объявят, так скажем, как минимум от трех проектов будет сказано. Мы у успеха. И грузовые перевозки настолько привлекут и привлекли уже внимание общественности, потому что это новый уровень передвижения. Для эры потребления это суперпредложение. И все это будет автоматизировано работать. Несколько человек могут управлять десятками, сотнями транспортных средств, закрывающие технологии во благо людей, для того, чтобы люди были свободны, имели больше времени. И дальше строили и жили линейные чистые города. Экологические способы. Все будет показано уже в ближайшее время, потому что приезжают делегации, и уже очень скоро, когда будет экспо и экофест, приедут много делегаций в наш эко-дом, в шарже, в Research and Development Center, чтобы посмотреть, какие успехи прошли за это время в нашем центре. Потому что все развивается молниеносно. Даже несмотря на ограничения пандемии из Индонезии, Европы, России, Африки, приезжают люди. Сейчас огромный интерес вызвал у разных СМИ. И Австралия, Южная Америка, Северная Америка, сами телеканалы создают репортажи без приглашения. Просто это уже становится настолько важным и настолько на серьезном уровне люди начинают относиться к этому, что огласка двигается. То есть до конца 15 этапа неизвестно, может, настолько серьезно понравится, что за один день закончится. Может быть, год. Максимум, я думаю, два. Это мои предположения. Я не решаю, как это производится. Потому что сейчас то, что происходит с пандемией и миром, вносит большие коррективы. И в сроки, в поставки, в работу многих сфер. Потому что мы делаем не просто какие-то упаковки, либо машины. Мы делаем всю инфраструктуру. Целиком. Транспортную отрасль целиком. Поэтому в очень ближайшее время ждем успеха. Ждем каждого человека, который готов узнать больше. Который готов решить для себя, я пройду мимо или нет. Я поизучаю, потому что мне кажется, это может быть для меня полезно. Либо кто-то скажет, так, я понял, это все работает. Я поддержу, но время свое тратить не буду. Буду заниматься тем, что я хочу. Но я свой вклад в это оставлю. У каждого человека есть свое мнение. И желательно, конечно, чтобы оно было построено на аргументах, которые вы видите. Конечно же, задавайте вопросы. И вы получите ответы. Ведь если посмотреть с первого этапа по 14, сильные стороны только усилились и появились новые. Слабости все уменьшаются и исчезают, как весенний снег. Возможности увеличиваются с каждым разом. Никто не думал 4 года назад, что будет такое сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами. А опасности какие-то уходят, какие-то и появляются. Вот, например, с поставками, при том, что по всей планете 50% работников, кто заболел, кого сократили, кого еще что. То есть какие-то опасности еще есть. Но во всех остальных сферах только рост, только улучшение. Поэтому мы на пути в совершении сертификации новой истории, новой технологии, которая изменит всю дальнейшую жизнь для каждого человека. Так же, как сейчас транспорт касается каждого человека. И мы делаем самый инновационный, надземный, самый скоростной, самый безопасный, самый экономичный, самый легко интегрированный и самый экологически чистый транспорт для всего живого на планете. Не только для человека, но и для всех остальных видов, потому что влияние на них не меньше, чем на нас производит этот транспорт. Сейчас 14 этап. Дамы и господа, хотя бы один раз поделитесь этой информацией с другими людьми. Расскажите о том, что это существует. Пусть каждый человек сам хотя бы 5 минут поизучает, хотя бы час или день поизучает. И он поймет, что это будущее, что все делается. И что одно из лучших решений – ускорить это. 15 этап не за горами. И у каждого есть возможность. И это действительно так важно, насколько только можно представить. Ведь хотели бы вы такой вот город, где все чисто, где все цветет, где плоды можно срывать внутри города и кушать, потому что чисто вокруг, где много зелени, воды, птиц, животных, где жизнь кипит и процветает. Хотели бы вы, чтобы в таком месте, где жизнь кипит, жили ваши дети? Мы можем сделать эти города. Мы можем жить в таких городах вместе, объединившись. Эти транспорты придут сначала на помощь, а потом и вовсе освободят нашу землю. Весь первый уровень для флоры, фауны и человека. Потрясающие кадры. Которые, если в своем городе я еще не так это представляю, то в Дубае прям идеально, как будто так и должно было быть. Поэтому, дамы и господа, это ведь только начало. Это первая технология, которую мы развиваем. В 2018 году в декабре Юницкий получил в Словакии, в Братиславии премию мира за весь Эко-мир. Это целая серия технологий. Skyway, транспорт струнный, это лишь первая технология, почти готовая. И компания Skyworld Community продолжит развиваться дальше, финансировать дальше следующие проекты. Поэтому каждый, кто сейчас может подключиться, сможет использовать возможности. То, в чем она разберется и узнает здесь, сможет использовать еще очень долго. Ведь компания Skyworld Community дает сейчас возможность работы всем. Созидательная деятельность. Не в зависимости от континента и города, страны, где вы живете. Не в зависимости от языка. Не в зависимости от вашего образования. От времени работы. Или где и с кем, так скажем, вы встретились и работали. Вы можете делать полезную созидательную деятельность в любой момент своей жизни. И получать за это вознаграждение. Так же, как и каждый человек сейчас, может влиять на всю планету с помощью интернета. Я очень рад, что сейчас видео можно сохранить. И люди видят это потом. Люди могут... Так сказать, можно продублировать пользу от той информации, которую ты передаешь. Поэтому делитесь, пожалуйста, этим видео. Приходите на новые презентации. 21 и 22 сентября и 28 сентября будет проводить Влад Волков. Узнайте больше. Приводите своих друзей и близких. Вы уже увидели, как много сделано. Для того, чтобы это закончилось быстрее, не хватает только вас. Как минимум, ваших знаний о том, что это такое. Чтобы, когда это начнет идти по всему миру, вы уже были за, понимая, что это действительно наилучшее развитие дальше. Ведь Анатолий Эдуардович по своим технологиям имеет план развития на десятки, возможно, даже и сотни лет вперед. Немного компаний имеют такие возможности. И, закончив транспорт, мы продолжим строить и развивать экологические дома, которые сами себя обеспечивают, автономные, с озеленяемыми крышами, которые кормят нас. Эко-города и эко-поселения. Кластеры, в которых полностью экологично и безопасно жить и передвигаться. Для всего. Чистые. С чистой энергетикой. С максимальной скоростью и эффективностью. Далее, выносить вредное производство. Убирать его с места, где есть понятие экология, в место, где нет понятия экология. В космос, ближний космос. Оставляя в нашем доме только чистые, полезные экологические технологии, которые помогают процветать и развиваться всему живому. Ну и, конечно же, передвижение. За 21 век мы можем построить до 25 миллионов километров дорог. Полностью объять нашу планету. Передвигаться из любой точки в любую точку. Чисто. С минимальными затратами. Полезно даже для планеты. Точно не вредно. Потому что мы ее постоянно можем улучшать. С помощью гумуса. Специального, так скажем, средства, с помощью которого мы можем даже пустыни озеленеть. Это все есть в эко-мире. Это все вы можете узнать из книг, либо сайта Анатолия Эдуардовича Янисского. Просто стоит чуть-чуть поизучать. Развивайтесь, интересуясь. И вместе мы сможем стать воистину космической цивилизацией. Потому что нам будут доступны пространственные, неограниченные пространственные ресурсы вокруг нашей планеты. И мы сможем жить не только 10 миллиардов человек, но и гораздо больше. Двигаясь уже с новой точки. А пока транспорт уже на пути к строительству по всему миру. Узнайте больше. Задавайте свои вопросы. Не проходите мимо и поделитесь этой информацией. Потому что 15 этап еще есть для этого. Спасибо большое за внимание. Спасибо за ваше время. Спасибо всем, кто посмотрел эту запись до конца. Желаю вам океанных улыбок. Как от других людей, так и своих собственных. С вами был Артем Курбанов.